Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 сентября, четверг. За время прошедшего с моего предыдущего видео, это один день, произошло достаточно много событий, среди которых вот я хотел бы с ними вместе с вами разобраться с этими всеми событиями и попытаться обрисовать общую ситуацию, в которой мы находимся. Среди этих событий успехи вооруженных сил Украины на суше, затем более агрессивное действие вооруженных сил Украины и союзников на Черном море, это очень значительное событие. Встреча и договоренности между Путиным и Кимом, что они будут значить для Украины и, я бы сказал, и для Запада, что в этой связи может и должен предпринять Запад. Ну и, наконец, сегодня Нью-Йорк Таймс разразилась статьей, согласно которой в России драматическим чуть ли образом увеличилось производство различных видов вооружений, боеприпасов, в Западе успевает. Вот в этой связи, да, и параллельно несколько раньше вышел аналитический материал по поводу того, что американская разведка, имеется в виду разведка Пентагона, РУМО, как-то так патологически переоценивает возможности российских вооруженных сил, военно-промышленного комплекса, и это, в конце концов, приводит к трагическим ошибкам, к значительно менее агрессивной и активной позиции США в отношении России, чем она могла бы быть, если бы восприятие российских вооруженных сил и ВПК для американской разведки военной было более адекватным. Итак, начнем, начнем с кратких событий, так, чтобы понять ситуацию. Как отмечает Институт изучения войны, украинские войска нанесли удары по Севастополю, там были повреждены, по некоторым сообщениям, повреждены до неузнаваемости, то есть до невозможности их вернуть в строй. Подводная лодка «Кило», а также большой десантный корабль. Были достигнуты в СССР успехи на Бахмутском направлении, в частности, под Работиным, под Клещеевкой, под Андреевкой, это уже Бахмут, Курдюмовкой. Ну и, по мнению, одно из самых значительных событий за прошедший день, по мнению Института изучения войны, это обеспокоенность Путина о тем, что расширение взаимоотношений или сотрудничества России с Северной Кореей может поставить под угрозу существующие системы обхода санкций, которые Россия развела, установила с тех пор, как эти санкции в связи с российской агрессией против Украины были объявлены Западом. Ну, теперь, значит, что касается более активных действий вооружённых сил Украины, ВМС Украины, а также западных союзников на Чёрном море. То есть, это беспрецедентный с точки зрения успеха, масштабов и успехов удар по докам в Севастополе, который может быть сравним с потоплением флагмана российского черноморского флота «Москва». На этот раз была повреждена подводная лодка класса «Кило», большой десантный корабль. Что дальше происходит? То есть, важное, что здесь особо привлекло моё внимание? То, что британское правительство практически сразу после этого удара напрямую открыто заявило, что эти удары были нанесены британскими ракетами «Стормшенов». Раньше, если вы помните, когда происходило нечто подобное, Запад, Соединённые Штаты так всегда как-то так никогда не подчёркивали, что было достигнуто при помощи их оружия. Британцы особо этим не бравировали. Теперь они практически бравировали тем, что это произошло при помощи британских дальнобойных ракет, существенного, скажем так, радиуса действия. Это говорит о том, что выбрана та стратегия, которую мы с вами обсуждали. То есть, более агрессивная стратегия, которая вызвана поведением Российской Федерации и с ожидаемым поведением с наступлением осенней-зимней кампании. Мы говорили как раз об этом с вами в предыдущем видео. Там я вам напомню, что суть состояла в том, что Путин может предбегнуть к более геноцидным, как написали американцам, геноцидным действиям. То есть, усилить удары по гражданским инфраструктурным объектам, чтобы причинить как можно больше боли, страданий гражданскому населению, сломать волю. То есть, усилить удары по, как говорили американские аналитики, по душе, по душам украинцев. Ну и одна из мер тогда предполагалось усилить удары на глубину российской территории. Ну, тут, правда, Крым не российская территория, но для них это святое, как они это объявляют с 2014 года. Они считают эту территорию практически своей. Поэтому это Крым, как бы так, промежуточный, скажем так, этап для украинцев. Украина, ВСУ – это украинская территория, для России – это уже, как они убеждают себя, российская территория. Поэтому мы бьем по вражеским войскам на временно оккупированной территории, они это воспринимают как удары вглубь российской территории. Окей. То есть, дальше главное, чтобы это шло по нарастающей. Вот из ударов по, от ударов по территории Крыма нужно переходить к ударам по, вглубь, собственно, российской территории, собственно, в рамках российской, российских, признанных международным правом границ. Второе важное обстоятельство этих ударов по докам в Севастополе, и мы тоже с вами это обсуждали еще несколько месяцев назад, теперь становится уже совершенно очевидно, то есть, британцы не скрывают, что они дают полный зеленый цвет карт-блаш на использование их дальнобойных ракет по ударам по территориям, которые Россия считает своими. Весь Крым практически теперь под прицелом этих ракет. И, по большому счету, то есть, были несколько ударов до этого, там, при помощи беспилотников, некоторые при помощи ракет, но как-то так вот Российская Федерация, ей казалось, что это то ли временно, то ли это отдельные, единичные удары, но теперь возникает ситуация, когда понятно, что это уже не единичные удары, а что это начало кампании. И теперь им деваться некуда, им нужно проводить реддеслокацию и перестройку своих логистических маршрутов. Им нужно убирать, возможно, как можно больше складов, крупных центров, локации горючих смазочных материалов, затем крупных командных центров, как можно дальше, но дальше уже, казалось, кажется, на территории Крыма уже некуда, невозможно, то есть, возможно, нужно их передислоцировать вообще за пределы, за пределы Крыма. Затем, уже до этого, до ударов по Севастополю последних, стало понятно, что Крымский мост – это ненадежный логистический центр для снабжения крымской группировки, а оттуда, через Крым, для снабжения группировки российских войск на юге Украины, в частности, в Запорожской области, где происходят самые тяжелые, упорные бои в связи со стремлением ВСУ перерезать еще этот мост, сухопутный мост. Напомню, что по американским оценкам через Крымский мост поступает в Крым примерно 25% всей логистики. 75% по-прежнему идет через сухопутный мост. Поэтому, понятно, приоритеты понятны. Далее, что отмечают особо и британцы, и американцы? Значительно изменившиеся качества сил специальных операций Украины. Открыто говорят американские и британские специалисты, что они тренируют представителей российских сил спецопераций, ну, если хотите попросту говоря, диверсантов, и это не те теперь люди, которые были 18 месяцев назад. Хоть и тогда это была мощная сила, но теперь это профессионалы, как говорят американцы и британцы, мирового класса. Не просто так в исполнении задания, в смысле в физической подготовке, там, кто больше отожмется и лучше выстрелит, но особо подчеркивается высокий интеллектуальный уровень этих ребят. То есть, нужно ждать активизацию вот этих сил специальных операций на крымском направлении. В частности, примеры приводятся, в частности, успех сил специальных операций, в ходе которых они освободили от врага вышки, то ли они нефтевышки, то ли газовые, то ли нефтегазовые вышки, которые называются еще вышками бойко. То есть, ожидаем еще больше активизации, значит, в этом плане. Ну и, наконец, предполагается, что Россия в связи с вот этими ударами последними по Севастополю, возможно, будет вынуждена перебросить на территорию Крыма дополнительной системы противовоздушной, противоракетной обороны, которых их у России не так уже и много. То есть, для этого придется оголить другие участки фронта в других локациях. Ну и ВСУ должно следить за этим, с тем, чтобы активизировать удары, ракетные, воздушные удары, в тех локациях, с которыми будут эти системы ПВО выведены. В общем и целом, то есть, ситуация, особенно в Черном море, значительно изменилась. То есть, я бы не сказал, что это тактическое изменение ситуации. Во-первых, это резкое усиление агрессивности. Запад поднял, забрал и сказал, да, мы помогаем, мы это не скрываем, мы это делаем открыто, то есть, это шаг эскалации, это пересечение серьезной красной линии, намеренной. То есть, огонь, на котором варится лягушка, подбавили, и подбавили этого огня существенно. Надо полагать, что эта тенденция должна продолжиться. Ну и окончание встречи. Помните, у нас, когда ПУ встретился с СИ, нам говорят, что из них получился ПУСИ-план, теперь у нас получилось что-то подобное, как боковичок ПУСИ-плана, получился ПУКИ-план. Обе стороны очень довольны. Особенно доволен Ким. Киму, судя по всему, удалось разыграть карту балансирования между Китаем, между двумя патронами, Пекином и Москвой. Но неизвестно еще, как это закончится для него, потому что Китай, в общем-то, весьма недоволен. То, за чем они там договорились, ПУКИ эти двое, фактически означает, ну, практически неизбежное нарушение чуть ли не девяти резолюций Совета Безопасности ООН, принятой в отношении Северной Кореи с 2006 года, когда она приступила к испытаниям оружия ядерного, взяла курс на развитие баллистической ракетной технологии. Так вот, значит, обе стороны, то, что они декларировали, практически, ну так, иногда полунамеками дали понять, что придется эти резолюции нарушить. Судя по всему, с Китаем это обусловлено, обсуждено предварительно, нет. Между тем, все эти девять резолюций по Корее с 2006 года, все они были единодушно одобрены постоянными членами Совбеза ООН, включая Российская Федерация. Ну, с ней бог с ним, потому что Россия после того, как, ну, знаете, как в воровском мире, если какой-то зэк прикоснулся к опущенному зэку, то он тоже считается опущенным. Ну, вот, вот Пу это и сделал. Он прикоснулся к Киму, и теперь оба они вот такие опущенные изгои всего мира. Ему нечего терять. Американцы, анализируя, в том числе массовое, средства массовой информации России, ход этой встречи, отметили ликование со стороны российских СМИ. Мол, какой блестящий ход сделал Путин, который вот вместе с Кимом сейчас разыгрывает новую партию, которая меняет ситуацию в Азии. Ну, это блед, конечно, сивой кобылы. Ничего они не могут изменить, они себя дальше загоняют в угол. То есть, может быть, каждая из этих сторон получит какие-то плюсы, мы их сейчас с вами обсудим, но в конце концов для них это будет и значительной минусой. Итак, что там вырисовалось? В отношении помощи, которую фактически с протянутой рукой, с просьбой об этой помощи, приехал Путин на встречу с Кимом. Ким пообещал все, что угодно для помощи в священной борьбе, которая ведет ПУ, против международного империализма и реакции, как это оценивает корейская пропаганда. Но здесь есть проблема. Дело в том, что есть две резолюции, от которой я упомянул, из девяти, принятые с 2006 года. Резолюция 1874, принятая в 2009 году, и в 2006 году была принята резолюция 2270, которая запрещает, сначала запретили экспорт всех видов оружия, потом даже мелкого оружия, огнестрельного, типа автоматы, пистолеты, но сначала не включали туда, вернее как, сначала туда не включали пистолеты, то есть small arms и так далее. Для этого нужно было особым образом оповещать Совет Безопасности ООН. Но потом включили полностью, то есть любой экспорт оружия, включая мелкое оружие, в Корею и из Кореи, это нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Кремли это понимают и боятся, вот как я в самом начале вам привел мнение Института изучения войны, они отметили, что Путин опасается, как бы это не привело к санкциям уже всей организации объединенных наций к России, если, значит, она нарушит вместе с Кореей ей же подписанную резолюцию. То есть надо как-то это избегать. Как можно избегать? прятать, прятать. Значит, что касается возможности спрятать, есть два пути поставки оружия корейского в Россию. Первый по морю. Так вот, резолюции вот эти, о которых я вам говорю, они предусматривают возможность и право любой страны, члена организации объединенных наций, останавливать корабли Кореи или те, которые, под флагами еще другой страны, но которые есть подозрение, что везут оружие, нарушение санкции Совета Безопасности ООН и досматривать эти корабли, если будет обнаружена конфискация. Вот таким образом, я бы рассказывал, одна из, неназванная страна, я полагаю, это были Соединенные Штаты Америки, которые вот так остановили корейский корабль, нашли там боеприпасы, изъяли их и все передали вооруженным силам Украины. То есть, транспортировку по морю будет достаточно затруднена. Ну и по морю каким образом? Через Северный Ледовитый океан долгий путь, через там Африку, вокруг Африки тоже далековато, а если ее возить через Средиземное море, потом Босфоры, Дарданеллы, то тут Турция, которая уже объявила закрытие проливов для поставок вооружений воюющим сторонам, остается один, так, по большому счету, это железнодорожные. Две стороны связывают всего одна ветка. Естественно, она будет находиться постоянно под контролем. Вот, надо обращать внимание, я думаю, американские спутники будут как раз висеть и обращать внимание на интенсивность движения поездов по этой единственной ветке. Ну и, возможно, если окажется, что она начала работать интенсивно, здесь и понадобится возросшее мастерство украинских черноморских котиков, скажем так. Хотя, да, территориально это будет проходить на Дальнем Востоке. Что может поставить Корея? По некоторым данным у корейцев есть до 16 разных, 16 тысяч различных систем вооружений. и вообще до примерно 2003-2006 года основная стратегия Северной Кореи, при помощи которой напугала Южную Корею, было развитием вот этой дальнобойной артиллерии, и они грозились в случае чего в течение часа стереть с лица земли Сеул. То есть, у них так по дальнобойности была якобы на бумаге, и согласно их декларациям такая капибеллити, капибеллити или возможность, но как на самом деле, Бог его знает. А затем на смену вот этим артиллерийским системам и боеприпасам пришла ракетная техника, которую они сейчас разрабатывают. То есть, они сейчас, главный упор их стратегии в случае чего вести войну при помощи ракет, а не артиллерии. Артиллерия включает в себя ту, которую поставил еще Советский Союз, начиная с 1950 года Корейской войны, ну и потом в течение многих десятилетий, когда Корея была клиентом и вассалом Москвы. Сейчас наоборот, сейчас Москва, то есть, Путин, Москва, Кремль, которые недавно стали вассалами, холопами Пекина, теперь превратились в холопов, вассалов Кореи. То есть, это невероятное в истории падение, которое совершено фактически собственноручно, но которое российская пропаганда преподносит как величайшее искусство управления государством, величайшего политика, стратега современности Путина. Ну вот, то есть, те боеприпасы, которые уже были захвачены и, в частности, переданы ВСУ, были испытаны в бою и были обнаружены достаточно проблемные их состояния, то есть, во многих случаях их было опасно использовать для стреляющей стороны, потому что они могли разрываться в самое неожиданное время, еще до того, как они вылетят из ствола в сторону противника. Что американцы? Почему смущен Путин? Казалось бы, да, закончим, закончим, значит, Путину нужны артиллерийские снаряды и возможности стволы. Со своей стороны Путин пообещал, я вам тоже вначале рассказывал, по каким пунктам будет Ким просить помощи, практически по всем этим пунктам они действительно вели переговоры, но Путин фактически открыто объявил, что Россия готова помогать в развитии спутников, как их называют здесь, это шпионских разведывательных спутников для Северной Кореи, но надо понимать, что это тот компонент, то есть эти спутники, которые необходимы для увеличения точности попадания северокорейских баллистических ракет на большие расстояния, большое расстояние, это главная страна, по которой таким образом могут наноситься при помощи этих спутников более точные удары, это естественно Соединенные Штаты Америки, то есть фактически Россия объявляет, что она будет помогать Корее строить системы носителей, стратегических носителей для доставки ядерных боезарядов по территории Соединенных Штатов Америки, вот такая вот ситуация. Это тоже запрещено конкретно соответствующими рюкзалицами Совета Безопасности ООН, это будет рассматриваться как просто враждебный акт, ну, во-первых, вероломный, то есть Россия теперь, если она это сделает, ну, и включая поставки амуниции боеприпасов России, это будет рассмотрено как акт вероломный, поскольку Россия окажется просто несостоятельным постоянным членом слов без ООН, который не отвечает за те документы, которые она торжественно подписывает, то есть возникает вообще вопрос о смысле ее пребывания в этой организации, если она там пребывает, то какой смысл во всей этой организации, то есть вопрос становится глобально. Ну, и второй вопрос по поводу санкции, если это нарушение санкций ООН, то возникает вопрос о ответных санкциях всей организации объемных наций против нарушителей. Вот примерно такая ситуация в 50-м году привела к тому, Россия тогда бойкотировала заседание ООН, особо без ООН не было там, но было принято решение, в результате которого экспедиционный корпус США под мандатом ООН оказался на территории Кореи и помог Южной Кореи выжить, выстоять в этой борьбе. Американцы пообещали, пообещали неизбежные санкции. Судя по тому, что Путин сказал в ходе одной из встреч с Кимом, что понимаем, мы понимаем, что есть санкционный режим, поэтому будем так исходить из этого, то есть вроде бы будем пытаться не нарушать санкции, хотя с другой стороны он пробросил такую фразу, что мы готовы сделать еще один решительный шаг, то есть переступить еще какую-то красную черту. Короче говоря, будем наблюдать, что это будет за шаги и к чему они приведут. Но пока понятно, что России Путину отчаянно необходимо боеприпасы из Северной Кореи, из-за этого всего все это было и заряжено. Я не исключу такой вариант, что один опущенный в конце концов может кинуть другого, потому что сначала Ким, по идее, должен будет поставить свои снаряды, поскольку разработка спутников дело долгоиграющее, то есть он сначала должен будет поставить боеприпасы, артиллерию, а потом на каком-то этапе Москва посчитал, что не надо рисковать санкционным режимом и санкциями за его нарушения, надо как-то так спустить договоренность о развитии спутниковой технологии на тормозах и таким образом значит и снаряды получить и санкции не обойти. Посмотрим, как это будет на самом деле. И вот на этом фоне то есть отчаянной необходимости России получить боеприпасы Северной Кореи Нью-Йорк Таймс сегодня выходит с огромной статьей по поводу того, как России удалось и удается обходить санкции и на при помощи этого ну практически восстановить свой ВПК во всяком случае в тех областях которые необходимы для введения продолжения военных действий на фронтах Украины. Отвечается в этой статье, что до примерно октября прошлого года санкции работали нормально. То есть они привели к тому, что ВПК России в значительной степени ужался и сдулся. Но где-то с октября месяца ситуация начала улучшаться. Спецслужба Российской Федерации через свою агентуру установили, расшили, развили целую сеть, которая позволяла получать необходимые, ну речь идет прежде всего, всевозможные компоненты, главное там это были всевозможные микрочипы для производства их ракет. Ну и вот получается так, что говорят, что для некоторых ракет удалось даже сделать существенные запасы, такие как например ракета Х-55. Для других ситуация сложилась не так успешно, то есть тут критерий какой, чем менее современные качественные микрочипы нужны, тем больше их удалось достать. Поэтому вот такое, если для производства ракет необходимо какие-то мелкие микрочипы, которые можно протащить в одном рюкзаке, то это легче и таких чипов протащили больше, нежели в том случае, когда таких чипов надо было миллион. Ну и что из этого получилось? Опять-таки по оценкам американцев, где-то с октября, особенно с этого года, чуть ли не взлетело производство различных видов оружия. танков. Танков раньше ВПК России мог производить 100, в год теперь якобы 200. Если до войны снарядов 152-го калибра производилось около миллиона, то теперь уже Россия может производить 2 миллиона. Правда, это не решает все проблемы, потому что за прошлый год Россия израсходовала в Украине 10 миллионов боезапасов. То есть 5 лет надо работать при новых достигнутых уровнях производства. Вот поэтому наверное и нужен тут Ким со своими старыми запасами. Считается, что там этих запасов миллионы, но в каком-то состоянии они находятся, повторяю, одному Богу известно. Как удалось до сих пор обходить эти санкции? Закупается, то есть разворачивается сеть, закупаются различные компоненты необходимые, причем некоторые компоненты они используются, допустим, те же чипы, они используются в коммерческих вещах, такие как, грубо говоря, стиральные машины. На них вообще запрета никакого нет. Но это так, крайний случай. А если есть запрет на поставку в Россию санкции, тогда приобретается, то есть делается компаж какая-нибудь на территории США, часто из граждан других стран вне России, но есть и России, они закупают их и отправляют в другие страны. Гонконг, Сингапур. В статье отмечаются специально такие страны, как Турция и, внимание, фактически впервые я вот нашел, где прямо указывается Армения. Хотя я должен сказать, последнюю где-то неделю, полторы, отмечается, что даже ближайший союзник России, и Армения уходит от нее в сторону Запада. Но, тем не менее, вот одновременно отмечается роль Армении в обходе этих санкций. Ну и дальше из этих стран они уже поступают в Российскую Федерацию. Ведется борьба по всем направлениям, то есть банкам, даны указания американским правительствам, указаны критерии, по которым определять сомнительные транзакции. Вот выявлено за последнее время было около 400 подозрительных транзакций. В одной трети из них, из этих 400, было найдено достаточно оснований для проведения расследований. Были аресты, аресты касались граждан, в том числе Российской Федерации. То есть борьба, она идет, но Запад, Соединенные Штаты и правительства, они в принципе говорят, что полностью закрыть эту дыру будет невозможно. Опять-таки по разным обстоятельствам, включая то, что некоторые из этих чипов, компонентов, они применяются в предметах, не в предметах, товарах двойного назначения, а в товарах гражданского обихода просто. Поэтому закрыть это все невозможно. Что делать? Что делать в этой связи? Ну, то есть закручивать гайки по поводу санкционного режима, об этом речь сейчас идет и в Соединенных Штатах, и в рамках всего НАТО и Евросоюза. С другой стороны, в связи с тем, что есть подозрение, что Россия удастся подготовить или скопить какие-то запасы ракет на осенне-зимний период, который они будут использовать для того, что я вам говорил в предыдущих видео, для террора против гражданского населения. То есть, речь идет о том, что необходимо укреплять ПВО Украины в плане поставок новых систем, большего его количества, ну, и тренировка, повышение мастерства украинских военнослужащих, которые заняты в системе ПВО. В этой связи подчеркивается значительно возросшее мастерство бойцов ВСУ, которые заняты в системе противовоздушной обороны. Ну, и, чтобы вы вот на этом прочитали эту статью, можно так приуныть и сказать, о, ну, вот все, действительно, такие, так ВПК Российской Федерации расцвело под санкциями, что делать? Значит, ну, первое, что делать? Хочу вам напомнить, еще в самом начале войны я вам рассказывал об одном исследовании, которое охватывало все войны российской, Москва, которые вела Москва, когда страна была, называлась по-разному, в течение столетий. Так вот, получалось, что длинные войны Россия, как правило, проигрывала. То есть, она выиграла те войны, в основном, которые длились не больше восьми месяцев. Если больше, то она их проигрывала. Вторая мировая война не в счет, потому что здесь Россия, то есть, Советский Союз воевал за счет жертв личного состава. То есть, людей не жалели. Единственная страна была воюющая, ну, может быть, за исключением Японии. А в итоге Япония в гораздо меньших масштабах. Другая вот, страна, которая в таких количествах не жалела людей, бросала в топку на убой, достаточно вспомнить одну ржавскую операцию, как Российская Федерация. Но если бы не Америка с ее ленд-лизом, то российский солдат был бы голоден, ему нечего практически было бы есть, он был бы не обут, ему не на чем было бы возить свои катюши, а танк Т-34 стрелял бы не теми пушками. Ну и 80% авиации истребительной сидела бы на аэродронах на земле, потому что 80% всего керосина для истребительной авиации возили американцы, ну и там, и так далее. Так вот, вышло еще одно исследование, кратко о нем расскажу, согласно которому Соединенные Штаты, разведсообщества США десятилетиями уже страны меняются вокруг Москвы, то Советский Союз был теперь Россией, десятилетиями переоценивают возможности российских вооруженных сил и ВПК. Ну, один из вариантов этой переоценки вы знаете, когда в феврале, после 24 февраля на Западе ожидали, что агрессор может закончить войну где-то за неделю. Но я вам напомню, напомню, то есть, вот так и пишется, я вам напомнил, жалко, со мной не проконсультировались, я бы напомнил этим ребятам, что одно из соображений состояло в том, что руководство Украины полгода до этого нападения его предупреждали о нападении, они отмахивались, причем в агрессивной форме отмахивались, особенно в последнее время, призывали не мешать нам с великим будивництвом, ну и как ожидать победы от страны, которая не готовится сознательно, не готовится для отражения агрессии, и вместо того, чтобы что-то делать для укрепления батареоноспособности, наоборот, все, что было сделано до того, это все было уничтожено, я имею в виду разминирование там, оставление юга там и так далее, то есть, тут понятно, понять можно, но есть более глубокие причины, значит, что я вам хочу сказать, вопрос тут традиционный, и это не проблема только американской разведки, это проблема советской разведки, да любой другой, преувеличение возможностей другого противника, только вот украинское руководство, я имею в виду, нынешнее как-то, ну никак не понимало реальной угрозы из Москвы, оно преуменьшало угрозу со стороны Российской Федерации у своих границ, так оно не в феврале, значит, 22-го года, тут более глубокие причины, во-первых, разница между ЦРУ и военной разведкой, вот эти, то есть, по закону, оценку военного потенциала, другой страны занимается РУМО, разведка Министерства обороны, которая занимается главным образом электронной разведкой, собирает данные из открытых источников и практически не ведет агентурную работу, и вот тут мы сталкиваемся с разницей разведоинформации, которую получаешь по открытым источникам, при помощи электронной разведки и агентурной разведки, я вам об этом рассказывал, те зрители, которые смотрели мои передачи с самого начала, помнят эту историю, при помощи электронной разведки можно определить, сколько ракет, ну, допустим, сколько ракет, в скольких шахтах находятся в определенных районах страны противника, но только при помощи агентурной разведки можно узнать, будут ли они запущены, если будут, то когда. И вот этим агентурной разведкой РУМО не обладает. Кроме того, значит, они могут через свои спутники узнать, сколько там развернуто ракет, но они никогда, но они практически не имеют стопроцентных шансов узнать, насколько их данные, тактико-технические данные, которые декларируются из Кремля, реально соответствуют действительности. Ну, грубо говоря, вот эти все мультики путинские, которые он декларировал, вот, да сколько они реальны, Бог его знает, это о ракетах, танках, пушках, то есть, проводят Российская Федерация учения, приглашаются американцы, они смотрят, стреляют, вроде все нормально, о, значит, да, хорошо, значит, все хорошо стреляют. Даже в голову не приходит, что для Российской Федерации эти учения, это не возможность реально протестировать свою технику и мастерство своих военнослушащих, это показуха, это спектакль, это потемкинская деревня для западных наблюдателей, которая призвана им, в их сознание внедрить ложную информацию. История идет еще ко времен Никиты Хрущева, который кричал, что мы штампуем ежегодно тысячи ракет, как сосиски, и американцы это купили, Кеннеди пришел к власти, став президентом, под лозунгом, жесточайшей критики Эйзенхауэра, президента, за то, что тот не понимал угрозы российских ракет, но в конце концов это привело чуть ли не к Карибскому кризису, то есть привело к Карибскому кризису, чуть ли не привело к войне, а потом, когда начали летать самолеты Blackbird, оказалось, что таких ракет у Советского Союза всего две, есть разница тысяча или две, но и после этого это все продолжалось, ну, временами был всплеск, то есть в 68-м году, когда за 24 часа страны Варшавского договора, ну, прежде всего Советский Союз оккупировали Чехословакию, НАТО было в шоке, но потом, значит, Советский Союз прекратил свое существование и это вся Варшавский договор и советские вооруженные силы, они рухнули как карточный дом, то есть молниеносно барыг торговцев, которые торговали вот этим всем своим имуществом направо и налево, то есть это грозная группировка, которая наводила ужас на все НАТО, она превратилась в шайку бандитов, мародеров буквально в мгновение ока, причем это охватило прежде всего высший командный состав, там солдатики, младшие офицеры, они так, они страдали от всего этого, а высший командный состав бросился делать деньги. Ну и потом, значит, реформы 2006 года, когда реформа Сердюкова, когда вот с моей точки зрения, я вам об этом говорил, в России были уничтожена могучая советская армия, сама ее структура и основа, а вместо нее создали армию для понтов, или даже не армию, а отдельное подразделение, как вот Пушкина, Пушкина, у Петра Первого была потешная армия, или там Ботик у него был, то же самое было у Павла Первого, а Путин создал такую потешную армию для понтов вдоль границ Российской Федерации. В Соединенных Штатах это все воспринимали, то, что новая армия по новому образцу, по западному образцу принимали это все за чистую монету. И в конце концов, вот с этим они дошли до февраля, успех, вернее не успехи, а более-менее впечатляющие действия, это тоже были понты, то, что Российская Федерация делала в небе Сирии, это были фактически полеты, обстрел авиации без всякого сопротивления ПВО ИГИЛа, это все тоже воспринимали как возросшую мощь, там, и так далее, но потом, значит, был шок, шок, когда вместо того, чтобы захватить Киев в течение недели, оказалось, что ничего не получается. И тут начали здесь просыпаться люди в резерв подразделении Министерства обороны Соединенных Штатов, начали активно поставлять оружие Украине, помимо стингеров и джавелинов, но тут включился стратегический блеф Кремля, который он опять-таки со времен Хрущева внедрял в головы западного мира политиков и военных. Применение ядерного оружия. Мы много об этом говорили, опять здесь многие сказали, это возможно и так далее. Короче говоря, почему это все происходило? Первое, потому что легковерность разведсообщества Соединенных Штатов в Америке, я уже о других даже не говорю, она поражает, она просто поразительна. Вот, допустим, они встречаются, они встречались регулярно, военные Соединенных Штатов Америки, военные из Российской Федерации, на различных там учениях, форумах, и что-то там российские генералы-офицеры говорят. И эти на Западе воспринимают это за чистую монету. Они не понимают, что каждый из этих полковников, генералов, рашинских, которых пустили до встречи с американцами или с натовцами, был проинструктирован. Ему накануне этой поездки выдали целый список конкретных, это называется тезисы активных мероприятий. И они им говорили не то, что они думают, они докладывали им, внедряли в их головы тезисы кремлевской, КГБшной, потом ФСБшной, СВРшной пропаганды. И они принимали это за чистую монету. Кроме того, значит, они, а почему они воспринимали? Потому что они воспринимали вот этих генералов, полковников российских, они их воспринимали, как воспринимали бы офицеров других западных стран НАТО. А это разные вещи, абсолютно разные вещи. Я помню, было исследование в, это еще вне ТРКГБ, в конце перестройки, когда, значит, решался вопрос, а не взять ли военными КГБ власть сразу Российской Федерации, то есть, в Советском Союзе еще, и провести реформы типа Пиночета, его сделать не кровавым, не кровавым, но военным режимом типа Пиночета, и таким образом сохранить страну. пришли к мнению, что не потянем. Почему? Потому что для государства типа Пиночета нужен офицерский корпус, который был у Пиночета в Чили. Это офицеры, которые закончили военное учебное заведение, элитное, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки. Это другие люди, нежели вот эти, которые в Советском Союзе. Откуда-то там из Чугуева, из Тьмы Таракани и так далее. Это люди разного образования, разной подготовки, разной, в конце концов, культуры. Это представители Мордора. Ну, в Советском Союзе в последние пару десятилетий до них было больше лоска, но тем не менее. То есть, вот эта удивительная способность западных этих самых представителей разведки верить в то, что им говорят по официальным каналам из России, она поражает. И до сих пор они слушают, вот там, Караганов написал какую-то фитюльку. Ох, Караганов, он же там, Валдайский клуб и так далее. Надо серьезно это... То есть, это просто невероятно. Но, так, подведя итог после... под этим всем, об этом я могу говорить бесконечно, потому что это уже наболело, это бесит уже. вот этот полезный идиотизм в развод в сообществе в том же Соединенных Штатах Америки, то есть, когда Гопника, сверхнаглеца, в результате вот того, что я вам рассказываю, принимали за сверхдержаву. То есть, Советский Союз это был еще сверхдержава в военном плане. Сейчас Российская Федерация, это вот изгой, это типа Северной Кореи. И так, кстати, Северная, она тоже с ракетами, просто территория разная. А будущее так, в принципе, одинаково. Но, тем не менее, единственное, что высококачественно научился создавать Кремль и Москву, это создание глобальной Потемкинской деревни, где то, что видит аутсайдер внешне, это совсем не то, что там есть на самом деле. Это успех, вот, ирашенской пропаганды, ирашенских активных мероприятий. Но, наконец-то, и этому пришел конец. Вот, буквально в последнее время, когда количество красных линий, которые западные союзники Украины переступали вместе с Украиной, с ВСУ, одна за другой. И уж давно, как грозился Кремль когда-то, он должен был ответить жестко, так, чтобы мало не показалось. А оттуда не слышалось ничего. Вот то же самое произошло и вчера, да, в результате, то есть, после этого удара по Севастополю. Это очередная красная линия, которая, ну, дальше уже игнорировать это просто стало невозможно, и уже здесь глаза наконец-то раскрылись. Поэтому вот Великобритания открыто говорит, да, это наши ракеты ударили, по вашему этому самому, по вашей подводной лодке Кила, по вашему десантному кораблю, и что вы сделаете. А ничего они не сделают. Поэтому, подводя всё это, как бы так закругляя тему, скажу я вам вот что, что в результате сложившейся ситуации, имея в виду договорённости между Путиным и Кимом, ответ должен быть такой, Запад должен дать больше оружия самого самого, которое просит Украина, за исключением ядерного, возможно, должна быть предпринена более агрессивная тактика борьбы с агрессором по всем направлениям, особенно, имея в виду последнюю встречу Путина и Кима. потому, потому, что эта встреча, если её так, попустительствовать и дать ей возможность реализоваться по всем направлениям, о чём они договорились, это будет плохо и для Украины, и это будет плохо и для Соединённых Штатов, потому, что развитие, помощь Северной Кореи в спутниковой, развитие спутниковой системы, это стратегическая угроза США. Если Корея получит эти спутники, то Тихоокеанское побережье Соединённых Штатов, включая такие города, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие, они окажутся, то есть, их существование окажется под вопросом поставлено в зависимость от настроений сумасбродного руководителя Северной Кореи. То есть, это не обеспечение будет безопасности Соединённых Штатов Америки. Американцам нужно сделать самые решительные, принять самые жёсткие и решительные меры вот прямо сейчас, потому что дальше просто отступать или ждать и надеяться урегулировать что-то дипломатическими переговорами, это всё бесполезно. То есть, пуки подняли планку, на достаточно высокий уровень, планку угроз и их нужно приструнять, делать это немедленно. Теперь и безопасность Украины раньше, вот то, что происходило, российская агрессия на территории Украины, и раньше от этого зависела безопасность Запада, но сейчас она зависит, ну не просто там безопасность Европы, теперь это стратегическая безопасность Соединённых Штатов Америки и пора взяться за ум. Вот на этой ноте, господа, я хотел бы закончить сегодняшнее видео. Как всегда, враг будет разбит, победа будет за нами, не могут два опущенных победить весь цивилизованный мир, я не думаю, что Китай будет в одной лодке с вот этими двумя обмылками рода человечества, рода человеческого, поэтому враг будет разбит, победа будет за нами, Мордор будет разрушен, как раньше был разрушен Карфаген, а вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твёрдой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!